Припарковались надолго. Стоянку на улице машины не могут сдвинуть с места ни местные жители, ни прокуратура. Парковку уже признали незаконной, но бизнесмены не торопятся съезжать. Что делать, если штрафы не помогают? Городской дозор попытался сдвинуть дело с мертвой точки. Эта автопарковка признана незаконной. Однако, даже имея предписание прокуратуры о ликвидации стоянки, ее владельцы не торопятся освобождать территорию. Стоянка вместо газона здесь появилась минувшей осенью. Такое соседство не обрадовало в первую очередь жителей первых этажей. Ведь машины ставят прямо у них под окнами. Люди возмутились и вызвали полицию, поскольку эта земля является придомовой территорией. Оказалось, это действительно захват участка. Мы их даже не знаем. Когда мы вызвали полицию, они нам сказали, а мы не имеем права вам сообщать этого. Ни фамилию, ни кто-то, ничего нам не сказали. Мы так и не знаем. Мы спросили, а у них есть какие-то документы, и мы еще на это сказали. Это все фиркина грамота. Жители обратились в прокуратуру. Там парковку признали незаконной и дали предписание организаторам освободить территорию. Однако, те заплатив штраф в полторы тысячи рублей, не с места. Сегодня газоны вовсе пытались засыпать щебенкой. Жители встали грудью на его защиту, остановили самосвал и снова вызвали правоохранителей. Участковый составил протокол о нарушении земельного права, о незаконном строительстве площадки, чтобы в дальнейшем было проще ее снести. Жители переживают, что все вновь ограничится незначительным штрафом. Но, по словам юристов, можно ударить захватчиков и побольнее. Не так давно в Кодекс административных нарушений внесены изменения. Они в разы увеличивают размер денежного наказания за самовольный захват земли. На сегодняшний день минимальный размер штрафа, который может накладываться на ее юридическое лицо, составляет 100 тысяч рублей. А общий размер штрафа складывается из кадастровой стоимости земельного участка. Эти изменения вступают в силу буквально на днях. Не исключено, что владельцы незаконной парковки первыми ощутят удар по своему кошельку, если жители еще раз обратятся с соответствующим заявлением в полицию. Юрий Шумков, Алексей Богданов, Городской дозор.